МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Он приносит честность. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я тут прочитала, что всё, что вы пишете, обязательно сбывается. Это когда про себя пишешь, то обязательно. Я поэтому никогда не пишу про близких. Стараюсь близким книжки, условно говоря, не подписывать. Дорогой Кири Паршутинской от автора. Вы считаете, что после этого со мной что-то случится подобное? То, что происходит? Да, мне как-то страшновато. Хорошо, не подписали вы мне книгу. Но вот в ваших книгах всегда действуют женщины очень умные. Ну, правда, со своими фобиями, комплексами, несовершенством. И всегда у них случается какая-то сумасшедшая чувственная любовь. На самом деле вообще умным женщинам у нас живётся труднее, потому что мы чаще идём на компромиссы, понимая, что мир несовершенен, и нужно к нему приспосабливаться. И вот колдуя вот этот вот замечательный хэппи-энд, вы его колдуете всегда для себя или для всех женщин умных нашей страны? Для всех. А для вас эта формула, она срабатывает? Срабатывает. Жизнь очень проста, сказал Чехов. И нужно приложить много сил для того, чтобы самому себе её испортить. Испортить всё очень просто. А что же мы портим, Таня? Вы знаете ответ этот? Я нет. И я нет. Но я стараюсь как-то его найти, и если мне удаётся её не портить, вот, ну, себе и окружающим, да, то я себя за это хвалю. Если не удаётся, а часто не удаётся, я себя за это ругаю. Начнём? Да. Первая глава – это она. Я хочу, чтобы вы послушали сестру Инну. Она человек очень ранимый. То есть самая ирония, она не спасает. В депрессию впадает, и в хандру впадает, и в раздражение впадает, и всё пропало. И ни строчки не напишу, и вообще сейчас жизнь кончится. Нет, всё в полный рост. Похожа, похоже. А сейчас муж Евгений. И очень умная. Причём умная вот именно в житейском смысле. Где, в общем, у меня не хватает, у неё в избытке. Любимая. Единственная. Как искренняя. Ну, она, конечно, она уникальна. Поговорить можно. И красивая к тому же. Очень редко, когда эти два качества совмещаются. Он часто так говорит вам? Нет, никогда. Это первый раз, что ли? Ну, я слышу первый раз, да. Мой муж, ну, настолько человек глубоко непубличный. И так ему трудно вот говорить на тему отличную от физики. Да. Аэродинамики больших скоростей и турбуленции. Ну, вот сейчас прям так трогательно и неожиданно. И я даже прям не знаю, что сказать. Итак, она звалась Татьяной. Мама вам вроде бы с пяти лет читала этот роман. Да. Это оттуда Татьяна? Нет, Татьяной звали прабабушку. И как-то ни у кого не было сомнений, что если родится девочка, то она будет как прабабушка Таня. Но она очень плохо управлялась хозяйством. Топила прабабушка печи и юбку пачкала золой. Потом забывала про печи, а у неё пятеро сыновей. И шла, значит, юбку очищать от этой золы. И если я что-то делала неловко или небыстро, мне моя тётя или бабушка говорили, ой, ну ты прям прабабушка Таня. А вам нравилось это имя? Нет, мне нравилось имя Юля. Ещё мне нравилось имя Кира. Страшно, потому что я, конечно же, читала Стругацких. А эти мне говорят, Таня какая-то, вот Лена, это всё как-то одно и то же, всё какое-то это простецкое. Ну, в общем, Таня тоже неплохо, Татьяна. Вы в девичестве Куролесина. Да. Это древняя фамилия. Говорят, что с греческого это переводится как «Господи помилуй». Вы слышали об этом? Никогда. Никогда. Мы все считаем, что это слово «куролесить», то есть творить всякие непотребства. Вы соответствовали этому? Не-не, я скорее в греческую сторону, чем в старославянскую. Забегая немножко вперёд, вот что-то роднило Татьяну Куролесину с Татьяной Лариной. Татьяна Ларина вышла замуж, в общем-то... За Гриминой, да. Да, на зло Онегину, в общем. Потом, спустя многие годы, обидевшись на свою первую любовь, Татьяну Устинова, тогда Куролесина вышла замуж тоже на зло первой любви. В этом есть что-то? Или это, опять же, просто придуманные нами какие-то ассоциации? Вы знаете, может быть, и есть. Я как-то никогда об этом не думала. Но вот оттуда, из этих пяти лет... Я точно знаю, условно говоря, что, например, признаваться мужчине в любви стыдно. А в этом нет ханжества, Таня? Есть, конечно. Но я всю жизнь патологически до сих пор, несмотря на то, что там у меня пятый десяток, я боюсь попасть в унизительное положение. Я сто раз проверю ситуацию, прежде чем на неё решиться. Что-то человеку сказать или как-то поступить. Так, что я могу быть, например, неправильно понятой, да? Ну или правильно понятой, но не принятой. Но не принятой, да-да-да. А вот ваша мама инженер, притом не какой-нибудь космический, как папа. Папа инженер авиационный, а дедушка с бабушкой тоже авиационный. Абиационный, да? Мама космический. Мама космический, да. А вот откуда такая страсть к гуманитарным каким-то наукам и пристрастиям? Насколько я знаю, это и музеи, и литература, и культура, и всё. Почему? Ну это из её семьи. Они все были очень образованные люди. Этот прадедушка работал в типографии, прабабушка читала книжки. Я думаю, что мама оттуда вот такая. Но пошла в космос. Это папа. Это папа, да. Вы на него похожи. Спасибо. Красивая. Папа красивый, да, и мама красивая. Но вы эмоционально больше мамина или папина дочка? Папина, конечно. Папина. Ну тогда дайте характеристику. Папа, значит, свою. Папа очень добрый человек. Бесконечно добрый. Бесконечно преданный близким. Он такой артист. Ему очень, несмотря на то, что он уже тоже... Не 25 лет ему, да, но ему очень нравится-нравится. Значит, вам нравится-нравится мужчина. Мне нравится-нравится, да. А вообще в вашей семье было принято обращать внимание на таланты детей? На таланты нет. Особенно никто никогда никакого внимания не обращал. Я думаю, из боязни человека вот этого подрастающего испортить. Внушить ему, что он в чём-то хорош, допустим, да? Да. И ошибочно. Почему судьбу каждого следующего поколения определяла предыдущая? Забегая немножко вперёд, ваше поступление в физтех, по настоянию бабушки, это произошло. Почему так безропотно, Таня? Вы же действительно, вы гуманитарий. Это было понятно с самого начала. Бабушка умирала. И умирала очень тяжело. И, понимаете, мне нужно было кровь из носа поступить. Это ваше было ощущение долго перед бабушкой? Да. Я очень ей сочувствовала. И мне очень хотелось, чтобы она была со мной, жива была. И мне очень хотелось сделать то, что ей хочется. И она умерла в день, когда я писала последний экзамен. Она не узнала, что я поступила. Я понимаю, что сейчас после того, что вы рассказали, как-то не очень, ну, как вам сказать, этично. Но, тем не менее, я хочу спросить. Вот в 7 лет вы написали рассказ, который назывался «Одуванчик». И как раз вот эта бабушка, да, ваша? Да, Антония Морчёдровна. Она сказала, что это плохо, что это не нужно никому показывать. И выбросила его. Для меня это какая-то, ну, почти диккенсовская такая вот жестокость. Правда. Вот что было в душе маленькой Тани, 7-летней, когда это случилось? Я до сих пор это помню, и меня до сих пор это совершенно... Ну, это одна из таких историй для меня тяжёлых. Тоже, понимаете, такая... Оттуда же, наверное, пошла вот эта вся какая-то канитель с боязнью быть отвергнутой, Кир. Пресловутый мостик-то любви и нелюбви к себе. Он никак не укрепляется, а только худеет, понимаете? Но бабушка сделала это не потому, что она злобная старуха из Диккенса, да? А из желания оградить ребёнка от заблуждений на свой счёт. От того, что ребёнок может уверовать в то, что он там талантлив. Хорошо, тогда где заканчивается воспитание и начинается манипуляция жизнью ребёнка? Не знаю. Вот. Не знаю. Не знаю. У вас в прямом ухе, по-моему, проколота вторая дырочка. Да, в обоих ухах. А вот если бы вы, предположим, сделали это в подростковом возрасте и пришли домой вот с такими, а что было бы? Как? Катастрофа. Так она и была катастрофа, хотя я сделала это не в подростковом возрасте, а уже будучи замужем. Мне сказали, ты сошла с ума, что ты там наковыряла? А вообще чего не подобало делать в вашей семье? Вот что было стыдно? О кавалерах стыдно, мечтать. Стыдно? Да, конечно. О любви стыдно. О свидания? Свидания, наверное, можно было бы, наверное, не знаю, но меня как-то никто не приглашал бы. Вас не приглашали? Нет, нет, я не пользовалась никаким успехом никогда, ни у кого. Я сейчас это говорю искренне совершенно, не потому что хочу, как вам сказать, придумать жалостливую историю. Я очень быстро выросла, вам не метр восемьдесят рост. Я никогда не была дюймовочкой. Я всегда в очках. И у меня вот такой бюст, который не помещался ни в один школьный фартук, а потому что была школьная форма. И бабушка мне его расставляла. Но это же ужасно. Ну какие тут свидания? Потом уже, когда я это все переросла, ну в смысле стала взрослой, я все равно была бобренок-девочка, знаете, как мультфильм. И все время показывает какие-то невероятные объемы, которых совершенно нет. Нет. Вас дразнили в детстве как-то? Конечно. Как? Не скажу. Это было обидное прозвище, да? А вы как реагировали на это? Плакала. А вот есть что-то такое, чего себе высокая женщина не может позволить? Просить, чтобы на руках несли? Нет, никогда. Никогда не носили? Нет. Ни разу в жизни? Ни разу. Ни разу. Пусть Женю посмотрит. Ведь он высокий. Да. Сильный. Да. Пусть поносит. Вот многие женщины как-то, англичане говорят, челлендж, вызов. Вот надевают шпильки или какие-то шляпы, или на платформах туфли. Вы так себя вели в этом плане? Нет. Это тоже способ защиты, да, шляпы, шпильки. Да, конечно. А, у меня был другой вот такой. Чтобы не заметили. Чтобы не заметили, да. И уже потом в совсем взрослой какой-то жизни. А у меня была мечта туфли на высоких каблуках. Ну, нет, невозможно. Метр восемьдесят плюс каблуки, плюс ещё отсутствие вот этой вот такой лёгкости. И Малыш у меня сказал совершенно историческую фразу. Знаешь что? Это проблема тех, кто ниже. И вот есть такие фразы, которые мне вот абсолютно западают в голову, и потом меняют моё ощущение, там, я не знаю, себя, допустим. То есть туфли на каблуках вы себе теперь позволяете? И как ощущения? Прекрасно. Вообще вот вам свойственен такой реваншизм? Нет, я могу за себя постоять, пожалуй. Иногда. В чём это выражается? Ну, я могу резко как-то ответить или красиво выйти из положения. Ну, это просто опыт. А вот в любви, состязательность, соревнования за любимого человека, это, вы так на меня посмотрели с удивлением, это невозможно, да? Для меня? Да. Нет. Нет. А когда вы впервые начали задумываться о взаимоотношении полов? Ну, я же читала очень много, рано. У нас очень интересные свидетельства Инны, вашей сестры, младшей. Я помню, мы придумали игру, в которую мы играли много-много лет. Мы придумали семью. Там были две сестры, их пожилой папа, потом мы их выдали замуж, потом у них были уже какие-то романы и адюльтеры. Ну, мы становились старше, да? И потом, я помню, мы закончили браком с 20-летней разницей. У нас всё менялось. Это правда. То есть вот эта кукольная семья и кукольные романы. Изобретать какую-то идеальную модель семьи или жить трезво, без каких-то надежд, иллюзий? Вот как получится? Если ты в 20 лет не веришь в идеальные семьи, значит, ты законченный циник или циничка. А если ты в 40 лет продолжаешь в это верить, значит, или у тебя никакого жизненного опыта нет, и ничего с тобой не случалось никогда. Или ты живёшь на планете Венера. Я прошу прощения, это вы? Это я. Какая работа над собой поведена. Да, да, это правда. А вот сейчас, как вы отвечаете на вопрос, что всё-таки мужчину привлекает в женщине? Ну, если мы сейчас не рассматриваем категорию бюстов и чулок в сеточку, да? Ну, может быть, кого-то и бюстов привлекает? Нет, нет, чулки в сеточку и бюсты. Это прекрасно, это привлекает. То тогда, наверное, какая-то, больная, я сейчас скажу, загадка. Мужчина делает свой выбор всё-таки на эмоциональном, эстетическом или каком-то биохимическом уровне? То, и другое, и третье имеет значение. Именно вот этот биохимический уровень, мне кажется, очень важен. Всё-таки. Если это вот какой-то... Феромоны. Да. Вот если это вот прямо вот... У вас так бывало, когда вы посмотрели на человека и вдруг поняли, что это ваш? Нет. Никогда в жизни? Нет, ну я очень трезвый человек в этом смысле. Опять же, да, вот я пытаюсь... В силу чего? ...как-то бороться. Ну как, тоже защищаясь. А вдруг вот я сейчас пойму, что это мой человек, а он не мой. И что тогда со мной будет? Ну мне кажется, что это вообще дано немногим. Любить так? Вот такое соприкосновение мгновенное, и сразу вот эта смертоносная какая-то вспышка ядерная. Почему смертоносная? Может быть, она наоборот жизнеспособная, которая меняет вашу жизнь, мироощущение. Нет, смертоносная. В том смысле, что всё, что было в прошлом, погибло, и началась новая цивилизация, зажглась сверхновая звезда. Мне кажется, на это немногие способны, в принципе, люди. И ощущение такое, что это ваша мантра, которую вы себя ограждаете от возможных каких-то... Это не искушение, нет, а каких-то испытаний. Ну, не буду об этом. Вас что привлекало в мужчинах когда-то, и как менялось вот это ощущение? Она любила пирог с яблоками статных мужчин и имя Роланд. Да. Вот статных мужчин и пирог с яблоками я очень всегда любила. Конечно, мне нравились красивые мужчины. Например, Ален Делун, да? Ну, это совершенно безопасный секс. Да. Мне нравились, я не знаю, какие-то взрослые. Я не знаю, у нас в институте учились парни, которые там занимались лыжами теми же. Ну, атлеты, да? Они всегда красивые. Они всегда красивые, да. Нравились издалека. Опять же, вам было страшно быть отверткой? Конечно, они мне, я так на них любовалась, как произведение искусства какого-то определенного. Дальше, когда я уже, ну, я же вышла замуж, мне было 18 лет. Дальше мне стали нравиться в мужчинах мозги. И нравятся до сих пор. В 18 вам уже мозги стали нравиться? Нет, ну, чуть попозже. Ну, мне всегда было важно, чтобы было о чем поговорить. Ну, просто они нормальные. И нам кажется. Нормальные – это, значит, вот люди, существующие вот в этой вот системообразующей системе координат, да? Великодушные, умные, неистеричные. И как раз вот такие, с которыми можно ладить, иметь дело. Вы рассказываете о своем муже? Ну, о многих мужиках рассказываю я и о нем в том числе, да. Вы влюблялись сильно? Да. Такая серьезная, прям первая любовь у меня была в институте. Когда я пришла на первый курс, он учился на третьем. Очень мне нравился. Нравился или вы полюбили? Или это пока трудно понять? Нет, поначалу он мне очень нравился. Потом я была в него влюблена очень сильно. Любили или влюблена? Нет, влюблена. Я была в него сильно влюблена. А разница между любовью и влюбленностью? Ну, вот сейчас я знаю. Чувства совершенно разные по градусу. Влюбленность выше градус? Нет, любовь выше. По глубине разные. Но для меня. Мне кажется, что влюбленность это то, что там вот может, я не знаю, сдуть ветром, как вот одуванчик из рассказа. А любовь, опять же, это очень жизнестойкая штука. От нее так просто ты не отделаешься. И он как-то со мной валандался. Что такое валандался? Вот он решал мне какие-то задачи, объяснял мне какие-то теоремы, в которых я ничего не понимала. Одновременно он приглашал меня, я не знаю, в кино, в какое-нибудь там фестивальное. Мы какие-то выставки вместе там как-то охватывали. Нам казалось, что вот мы такие молодцы. Так мы вот друг на друга похожи. И любая цитата, которую говорит один, может быть продолжена вторым. И это было хорошо. Это было долго? Ну, это было год, наверное, полтора. Это много. Это много, да. То есть... Это была счастливая любовь? Ну, мне так казалось, да. Ну, правда, все закончилось абсолютно трагически, потому что в один прекрасный день он мне сказал, я на тебе никогда не женюсь, я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Причем к чему это было все проделано, вот я клянусь вам, я до сих пор не знаю. И вот когда так, когда ты влюбилась или полюбила, и тебе как-то очень так прагматично говорят, что я на тебе никогда не женюсь, лучше съем паспорт. Опять, что в душе? На самом деле я это переживала намного дольше, чем стоило это переживать. Потому что я потом, опять же, лет 10, наверное, тоже все доказывала. Как Клавдия Ивановна Шульженко пела, я докажу вам, что мне все равно. Что-то все выделывала, но это неправильно. Надо отпускать, отпускать, отпускать. С Богом, с Богом. Ну, поди, поди, отпусти. А это, видимо, была любовь, а не влюбленность, если она 10 лет вас не отпускала. Никто ничего не может сделать. Нет. Ни разум, ни лекарства, ни убеждения, ни даже там клин клином. Это ничего невозможно, пока она сама не уходит. Это вот то, что, к сожалению, дается нам воспитание, что ли, не знаю. Наверное. Я думаю, что вы правы. А что вы поняли тогда вот о мире, о мужчинах, о себе после этой истории? То есть, что тот, с кого один раз сорвали кожу, другой раз не дастся. Вы ожесточились? Нет. Но я стала очень осторожной. Еще осторожней? Да, да. А вы способны любить вот долго и безответно? Не знаю. Думаю, что нет. Думаю, что нет. Хорошо. Долго вот тут, смотря что, как Кончита Рязанова из... Ну, как Кончита Рязанова. Нет. Нет. Я точно знаю, что жизнь продолжается. И с одной стороны. А с другой стороны, я точно знаю, что она конечна. Поэтому нужно жить. Поэтому, да. В предлагаемых обстоятельствах. Да, в предлагаемых обстоятельствах. А вы никогда не мечтали вот о такой любви? Мечтала, конечно. Конечно, мечтала. Перестали? У меня появился же вот этот абсолютно идеальный вариант. Как мой муж выражается весь пар в свисток. Любую любовь я могу себе придумать. И написать ее в романе. То есть Женя эмоционально, Евгений, ваш муж, эмоционально помогает вам писать вот эти вот... В силу того, что он рацию, так я понимаю, и такой у него характер. Вы все свои эмоции пытаетесь каким-то образом переложить на бумагу. Это хорошо и для семьи, и для вас, и для Жени. Правильно я понимаю? В итоге, да. В итоге, да. Мы перешли ко второй главе «Он», и я хочу, чтобы Евгений представил сам Евгений сначала. Да вообще, честно говоря, я, по-моему, скучноват. Вот это вот... Естественно, научно, что ли, направление. Она все-таки как-то сушит мозги, сушит эмоции. Надо быть поэмоциональной в жизни. Она от меня все ждет большего, чтобы я ей что-то сказал, что-то рассказал. У меня это не всегда получается. Кстати, это он? Он, да. Мне кажется или нет, там какой-то зуб подозрительно металлический. Да, он дрался в интернате, ему выбили, да. Это сколько лет? Здесь, на этой фотографии 25. Да, где зубы. И не имело значения, что даже серебряный зуб. Нет, Кир, это было ужасно. Еще у него, значит, были всегда короткие брюки. Они почему-то были всегда по щиколотку. Но он достаточно высокий, а промышленность длинных брюк не производила. И красив был, невероятно просто. Ну, просто невероятно. Вот. И тоже родственники мои так смотрели на меня с сочувствием. И хочу, чтобы сказал ваш сын, Миша, наш любимец. Когда-то давно-давно-давно у него кто-то вот из нашего тоже близкого круга друзей спросил, типа того, что Женя, а Мандельштама-то вообще читал? Он говорит, да, конечно, читал. Ну, а что? Ну, что, все читали «Колебания и волны»? Видите, учебник. Ну, вот такой он человек. Он рационален и очень разумен в каком-то таком глобальном смысле. Это как Черчилль, по-моему, сказал, что когда мне было 20, я считал моего отца непроходимым тупицей. Но когда мне исполнилось 40, я заметил, что мой старик заметно поумнел. Я уже понимаю, что как-то вот этот человек восхитительно умный, неожиданно умный я. Но это такая большая сила, я вам скажу. Замечательно. Мишка, да, Мишка дивный. Но он все-таки больше ваш или папин? По выражению, больше. Да, конечно. Конечно. А так он великодушен в папу, не мелочен в папу, не склочен в папу. И тем не менее, да, вот после этого я вынуждена как-то спустить нас на землю. Цитата из одного вашего интервью. И тут мне подвернулся Женя. Подвернулся. Ужасное слово. Это вот, видимо, вот тогда, когда была вот эта вот ваша несчастная любовь. Он сам знал, что он подвернулся? Конечно. А каково первое время ощущать себя, что тебя не любит, а то, что ты подвернулся? Ему было все равно. Ему нужно было остаться в аспирантуре. В общежитии не было мест. Я была с московской квартирой. То есть вы были тоже подвернувшимся вариантом? Да. Мы как-то не противоречили друг другу. А вы должны были сделать это на зло или самоутерпеваться? Да, я исключительно. А ему это было удобно? Он знал, что это вы делаете для этого? Конечно, у нас была общая компания, он все знал. И я когда, как Татьяна Ларина, закричала ему, что я тебя не люблю. Кому? Женьке. Он мне сказал, это не имеет никакого значения. А ему 25 лет, да? У нас будет очень хорошая семья, сказал он, с унылым выражением ослика Ия. Ну, может, он все-таки был в вас влюблен? Он утверждает, что да. Но я ему не верю. Вот вы теперь считаете, что правильно, что так вот неромантично, прагматично сложилась ваша семья? Кир, я считаю, что это единственный, наверное, возможный вариант для меня. Конечно, вы все время выбираете покой, вот у меня такое ощущение, и не хотите никаких внутренних потрясений, чтобы вам действительно... Не было больно, конечно. Не было больно. Конечно. 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 А вообще, как физик, вы можете сказать, что существует какая-то формула любви, или ее вообще нет, этой формулы? Есть необходимые условия, как в теореме, да? А есть достаточные. Вот какие достаточные условия для любви, для этой формулы, я не знаю. А необходимые знаю. Я знаю, что люди должны быть порядочны по отношению друг к другу всегда, сколько бы им ни было лет, 18, 48 или 65, что мужчина должен быть великодушен. Женщина должна осознавать, что так или иначе, все равно, все будет держаться на ней. Не на нем. Нет. Все развалится в тот момент, когда ей там что-то или надоест, или она устанет. Как странно, это вы подтверждаете мои мысли тоже, но мне казалось, что хорошая, нормальная женщина, это некий магнит, который вот каким-то образом стягивает всю семью к себе. И если этот магнит ослабевает, то все тут же рушится. Абсолютно верно. И я все время думаю, а почему же нет этого магнита вот у мужчины, который рядом, который подтянет вот этот вот, включит свой магнит и опять соберет это. Он не приспособлен для этого. Почему он не приспособлен? Потому что он воин, он физик, ему интереснее его формулы, чем подтягивание к себе вот этой рушащейся семьи. Мне рассказывают какие-то иногда тоже истории про мужчин, которые, я не знаю, он все помнит. Даты свадьбы помнит, даты рождения детей помнит, цветы в постель приносит, розы дарит. Мне кажется, что он последний болван, которому нечем заняться вообще, кроме как пребывать в гареме. Ведь это он пребывает в гареме. Почему? Ну а где же он пребывает? Это гаремные услуги он оказывает. Чешет пятки, дарит розы. Это совершенно гаремный персонаж. Татьяна, неужели вам не хотелось, ну я не знаю уж, там, чтобы вам почесали пяточки, или с утра вы бы получили, вот в постель огромный, вот свалился бы на вас букет роз. Нет. Вообще никогда? Никакого романтизма? Нет. Вобла, которая была подарена в честь выхода первой книги или какой-то, да, и докторская колбаса. Я просто хочу зрителям объяснить, что именно я рассказываю правду про Евгения и про Татьяну, потому что он подарил воблу после выхода книги и докторскую колбасу, кусок, к 8 марта. Но вот докторская колбаса меня остановила. Разве это трогательно? Нет, совсем не трогательно. Но любому мужчине надо сказать словами, не дари мне в следующий раз докторскую колбасу, подари мне лучшую мимозу. Он уже усвоил это за эти годы? Да, 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 и подарить мимозу. Но он хотя бы романтично объяснился в любви? Женя? Да. Нет, он сказал так, я бы на тебе женился. Сказал он, стоя возле моего подъезда. Я у него спросила, если бы что? Он сказал, если бы ты согласилась. Я сказала, я согласна. Вам хотелось замуж? Или вам хотелось отомстить первой любви? Мне хотелось отомстить той первой любви. И причем сделать так, чтобы я вообще была защищена со всех сторон. Вы считали, что Женя была защищена? Да, да. Не только новым кавалером можно было не выходить замуж, но и обручальным кольцом. Вот же оно. И как реагировала ваша первая любовь? Удивилась? Невероятно. Невероятно удивилась. Расстроилась? Видите, как я ее без лечи? Расстроилась? Да, 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 да. Ну, наверное, да. Потому что какое-то время мы еще как-то продолжали общаться. С ним? С ним, да. Но самое что потрясающее, Кира, что вот сколько лет прошло? 23 года. И мы два раза в год созваниваемся. На его день рождения и на мой день рождения. Это что? Ну, это мазохизм такой. А если бы он позвал вдруг? Нет. Никогда. Или что это? Это опять же, это раны какие-то рваные такие. Они, конечно, все зажились, зарубцевались. И тем не менее. Но вот это вот осталось же, корка-то. А когда вы почувствовали, что вы, как вот, я не знаю здесь правильно, влюбились или полюбили своего мужа, через сколько это произошло? Лет через 10. Я даже помню этот момент. В отпуске под Псковом, на границе практически с Эстонией. Там у друзей дома, и мы в этом доме отдыхали. И озера, это какой-то косогор. Из-за этого косогора поднимался туман. И они с Мишкой шли с ведрами, несли воду из-за этого косогора сюда, наверх, на эту горушку, где мы, собственно говоря, жили. И я помню, что я его увидела, Женю именно, не Мишку. Я увидела Женю, и меня совершенно вот в этот момент пронзило чувство того, что я так его люблю. А что я просто не могу без этого чувства существовать вообще никак. И неожиданно выяснилось, что у нас с ним на двоих есть баня, которая стоит на отшибе, и где никого, кроме нас, не может быть. Там ночевать будем только мы. Вот это у нас был медовый месяц. Просто потрясающе. То есть вы впервые ощутили полноту вот такой всякой любви? Через 10 лет? Да, через 10 лет. И всё-таки, вот, конечно, можно полюбить, но ты всегда будешь знать, что изначально любви не было. И эта мысль не будет топливом каких-то сомнений, которые будут тебя терзать всю жизнь? Ну, бывает, конечно. Бывает, конечно, что всё это мы придумали сами, сконструировали сами, что вся эта постройка – это наших рук дело, вообще говоря. А вдруг развинтится. А вдруг развинтится. Вот этот страх, он ещё всё равно существует. Конечно, конечно. И вот это вот, опять же, если бы не мои романы, не знаю, что бы было, но вот эта вот мысль, эх, а как же всё-таки вот с той стороны Луны? Где нет вот этих вот построек и сложно сочинённых предложений каких-то? Где вот всё само? Где вот на разрыв? Вот как там? Вот это, конечно, существует, и это не даёт покоя, и это любопытно очень. Не дай бог. При вашей эмоциональности. Вы часто спрашиваете о том, любит ли он вас? Вам это важно знать? Да, часто. Или вам важно это слышать? Мне важно это и слышать, и знать. Это такая психотерапия, это такая мантра. Да, да, да. Ты меня любишь? Ты меня любишь? Да. И как он отвечает на этот вопрос? Да. Устала формально? Или понимаешь, что вам это необходимо для того, чтобы ощутить полноту? По-разному, по-разному. Бывает устала формально, бывает с чувством. Один эпизод, я помню, очень хорошо. Мы очень ссорились, очень ссорились. Так что мы даже вот на какое-то время разошлись. Мы были с сестрой вдвоем в отпуске. Он остался в Москве. Ну и дети тоже. Каждый день, значит, с двух до пяти я рыдала на пляже. Вот ну что с нервной системой было, я не знаю. Но это правда, я не преувеличиваю. Что жизнь кончилась, что все пропало, что ничего и никогда не будет. То есть когда вы на время расстались, это был страх одиночества или безумная тоска по нему. Тоска по нему. Именно по нему. Это абсолютно. И сестра мне говорит, слушай, ты что-то неправильно делаешь Устинова. Вот это вот все, что было проделано. Нет, она меня зовет по-разному, но когда она или сердится, или хочет, чтобы вот я услышала ее, она называет меня Устинова. Мне это очень нравится. И она мне говорит, Устинова, ты неправильно что-то делаешь. Где твоя новая жизнь-то, елки-палки? Ты говорила, какая-то новая жизнь у тебя должна начаться. И я ему звоню на работу. А из этого какого-то турецкого рая, вся залитая слезами, слюнями и соплями. И он очень плохо разговаривает по телефону. Он не умеет разговаривать по телефону. Я говорю, Жень, привет, это я. Он говорит, да. Я говорю, Женя, ты занят? Он говорит, да. А на работе он всегда занят. Я говорю, Жень, ты должен мне срочно сказать. Вот только вот прямо сейчас. А он уже почти меня перебивая, да, он мне говорит, давай я лучше тебе перезвоню. Но я правда не могу разговаривать. Я на совещании. Я говорю, нет. Ты мне должен сказать только прямо сейчас. Вот сейчас. Ты меня еще любишь. Там пауза такая. И он говорит, да, да, конечно, как же иначе. Это вот с такой интонацией? Да. Вы получили от этого удовлетворение? Потому что я знаю, что вот это вот да, это самая верная интонация. О ваших отношениях рассказывает опять же Инна. Мне не приходит в голову целый день писать смс-ки мужу. Зачем писать смс-ки? Он сейчас вечером придет домой. Это А, а Б, я ему мешаю. А ей важно. Вот именно этот отраженный луч, я тебя люблю, я скоро приду домой. Вот радость это. Ей очень важно, да. Это вот тоже ранимость, да, необходимость все время получать уверение, что тебя любят, что ты лучшая, что ты талантливая, что ты мне необходима. Это очень важно, нужно, да. Как я вас понимаю. Да. Очень. Ну, я пристаю, я пристаю, и примерно на там 10 моих смс-ок я получаю одну. Сколько смс-ок в день вы посылаете примерно? Ну, я не знаю, по-разному, но много. Конец 80-х. С одной стороны, ужасно весело, потому что какая-то относительная свобода, дискотеки, Виктор Цой, да, союз еще не развалился. С другой стороны, какая-то безнадёга и безденежья, и в это время вы рожаете ребёнка. В 91-м году, да. Это было сознательное ваше решение? Да нет, нет. Это само получилось. Это была катастрофа, очень тяжело. Когда он родился, это была никакая не радость. А это меня поразила тяжелейшая депрессия. Ну, такая физиологическая, гормональная. Я всё время рыдала, потому что я с места в карьер поняла, что теперь я никогда не буду свободна. Я понимаю, что материально вам было, в общем, тогда тяжело. И очень много женщин, когда муж не в состоянии прокормить семьи, они как в финансовой ситуации, они меняют не себя, а, предположим, мужа. Вот. И вот поменять мир вокруг себя проще или сложнее, чем своё отношение к происходящему? В этом парадокс. Если поменяется отношение, поменяется и мир. А сидеть убиваться бесконечно, что чего-то не хватает, именно в материальном смысле, ну, ни к чему не приведёт никогда. Это бестолку и как-то унизительно. И тогда вы решили, если муж не может всё-таки в силу объективных абсолютно обстоять того времени прокормить семью, вы должны взять какую-то часть на себя. И вы пошли работать. Да. Вы начинали как секретарь-референт на телевидении, а потом сменили ещё очень много работ. Почему вам так легко давалась вот эта крутая лестница карьерная? Кир, да нет, это было никакой карьерной лестницы. Ну как? Нет, ну как? Я была как, собственно говоря, я и ушла с телевидения тем, кем практически пришла. Но уже, конечно, не секретарь. Вот уже неправда. Послушайте своего первого начальника Сергея Скворцова. Таня произвела впечатление сразу очень умной девушке. И в этом была главная проблема её как секретаря. Она была слишком умной. Я непрестанно ей говорил, Танечка, у тебя слишком много мозгов, чтобы быть секретарём. Нужно как бы смотреть по сторонам и куда-то там глядеть в будущее. Через Танин стол прошли такие важные документы для телека нашего сегодняшнего, как первые документы по ТЭФе, первый лицензионный контракт с Диснеем, первый лицензионный контракт по Санта-Барбаре. Ну вот такие вот вещи, которые, в общем, тогда делали лицо российского телевидения. Потом в какой-то момент она всё-таки решила уйти на вольные хлеба, вольное плавание. И через пару месяцев вдруг мне звонок по правительственной связи, между прочим, по вертушке. Я снимаю трубку. Танин голос. Я ей задаю вопрос. Тань, а ты теперь у кого работаешь? Говорит, Сергей Владимирович, это мой номер с правительственной связи, моя вертушка, запишите его, пожалуйста. Вот я теперь большой государственный чиновник. Это о чём говорит? Вот вы звонили по вертушке. Это тщеславие. Конечно. И знаете, ещё Скворцов потрясающий совершенно начальник. Как раз вот умел таким образом выстроить отношения, да, когда дело никогда не доходило ни до каких служебных романов, но когда очень хотелось быть лучшим, чтобы он похвалил. Но он вам нравился как мужчина? Очень, очень. Мне нравился его дочь, мне нравилось его отношение к жизни, мне нравилась его жена. Как вы изящно отошли это. Нет, 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 он мне нравился и как мужчина, конечно, да и он и сейчас мне нравится точно так же, как и тогда. И вот это вот... Я молодец. Вот более 10 мест работы. Так легко рвать связи, дружбы, профиль работы. Это ведь о многом говорит, например, вот о какой-то непривязчивости, бесстрашии и бесшабашии, о какой-то, может быть, холодности. Я, может быть, немножко обидные вещи говорю? Нет, 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 я сейчас думаю. Понимаете, меня всегда интересовало прежде всего, что я на этой новой работе смогу заработать какую-то лишнюю денежку для семьи. Я не попадала никогда в такие вот коллективы, где люди бы держались друг за друга и ценили друг друга. Как раз Миша говорил о вашем сознательном нежелании вступать в любой конфликт. Вы от него уходите. Уходите почему? Чтобы не разрушать себя, чтобы не сжигать на всякий случай мосты. Или чтобы мосты не сжигать абсолютно верно. Вдруг понадобится что-то? А вдруг понадобится? А, конечно, конечно. Не оставлять за собой хаос. Это вот, кстати сказать, меня Скворцов научил. И тем не менее, Таня, вот в какой-то момент вы расстались со всеми своими подругами. При вашем нежелании в сознательном конфликте. Вот как это могло произойти? Кира, ну это вообще одно из самых тяжелых воспоминаний. Тяжелые? Конечно. В моей жизни. И я точно так же, как вот про детские прозвища, я не могу про это рассказывать. Кроме как какими-то совершенно общими словами. То есть это все подруги исчезли? Ну да. Или это не были подругами? Их было три. Если вам тяжело, может быть, каким-то образом вам поможет Даша Донцова, которая рассказывает об этой истории. Она вам подруга или приятница в большей степени? Ну она близкая приятница, да. За все в этой жизни нужно платить. А известность? Она, в общем-то, лишает тебя определенного круга людей. У кое-у кого появляется зависть, у кое-у кого появляется ревность. Кому-то очень сложно пережить чужой успех. Люди очень готовы вас пожалеть. А вот порадоваться вместе с вами, когда вы на какой-то вершине, это могут единицы. Потом, насколько я могу понять, одно время у Тани были близкие отношения с людьми, которые многого добились в жизни. И в этой компании получилось так, что Танечка оказалась на вторых ролях. И вдруг получается метаморфоза. Гадкий утенок превращается в белого лебедя. Получилась ситуация наоборот. Те, кто были более успешны, они стали ощущать себя около Тани, но все-таки на пару ступеней ниже. Ну, она права абсолютно, Даша, да, так и было. Но эти мои девушки, они мне сказали... Это был еще на мой день рождения, мы поссорились в одночасье, в один день, понимаете? Со всеми? Да, то есть вот все три. Это не эти вот, это Маринина и Данцова тут не при чем, это другие девушки. Да, зрители, это не Тони. Да. И как это... И они мне позвонили по очереди, каждая статья какая-то вышла в газете с вопросом, зачем я их упомянула в этой статье как своих подруг. Претензии состояли в том, что они, в смысле, эти мои девушки, они, опять же, успешные состоявшиеся люди, а я не весь кто, зачем я их упоминаю. И я положила трубку, и я выскочила на крыльцо там дома Кратовского. И я рыдала, а мама была на улице и кричала, мама, мама, что мне делать? Причем какая-то гнусность вот эта, в которой меня заподозрили, она, ну, и глупость какая-то. Ну, это чушь какая-то собачья. Какая-то, ну, вот ерунда какая-то. Если бы я какие-то там, не знаю, секреты выдавала, и я их и не знала, какие секреты. Или какие-то гадости говорила. Ну, 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 ужасно. И все. И больше ни объяснений, ни встреч, ничего. Нет, нет. Мы, конечно, встречаемся, потому что мы так или иначе все имеем отношение к телевидению. И вот только с одной из них мы помирились и так как-то повинились друг перед другом. Вернемся к мужу, к вашему. Ведь он именно сказал, чтобы вы отнесли рукопись, да? Да. Он больше в вас верил, чем в родители, чем близкие, какие-то друзья? Нет, он в меня, мне кажется, всегда верит. Но просто мы на тот момент к этому не отнеслись всерьез. Если бы мы всерьез отнеслись, боже мой, рукопись нести, вы знаете, может, мы и не понесли бы. Но мы решили, понесем. Это свадьба? Это свадьба, да, да, да. И понесли. Вот вы проснулись знаменитой. Ну, может быть, не с самого начала, но, во всяком случае, очень быстро как-то все это пришло к вам. Как Евгений переживал вот вашу эту перемену участи? Когда его это стало раздражать вдруг или не стало? Он стал огорчаться, что мне не стало дело до вот этого нашего прекрасного, уютного и только что состоявшегося мира. И семейного, и любовного. Он менялся или вы менялись? Я менялась. Вы менялись. Смотрите, что Женя рассказывает об этом. Меня беспокоило, да, и напрягало или раздражало то, что мы мало как бы бываем вместе. То есть у нас... Мы жили в противофазе. Хотя сейчас тоже не совсем мы живем в фазе. Приезжает поздно, отреволнения не может подолгу заснуть. Я уже сплю. Ну, что ж, ну, так бывает. Ну, потому что завтра рано вставать, а когда-то спать все равно надо. И наоборот, когда я ухожу до работы, ну, в 90% случаев она спит. То есть у нас нет никаких утренних завтраков семейных. За исключением выходных. Но завтрак в субботу и в воскресенье – это святое дело. Испытание известностью и деньгами, оно гораздо серьезнее, чем безденежьем? Нет, Кир, нет. Нет, нет, деньги тут вообще ни при чем. И известность ни при чем. Это испытание востребованностью. Я всем теперь нужна. Меня приглашают в телевизионную программу, потом меня приглашают в газетную очерк, потом меня приглашают к пионерам. И я везде... Кто первый на бетонном, цементном заводе? Я! А вы честолюбивы? Я, наверное, честолюбивы. Мне страшно, это все важно. И важно тоже для текста. А завтрак? А противофаза? А завтрак в противофазе. Вот я вижу, только умная женщина с годами становится все интереснее, красивее, изящнее, изысканнее, как вы. Вот какие-то новые ощущения женские пришли в связи с этим? А в связи с новым ощущением, сравнению новых знакомых со старым мужем? Не то, что старым, а с которым вы прожили много. Ну, пожалуй, да. Пожалуй, какой-то мужской интерес появился. Недополученный вот в каком-то этом отрочестве. Да, вот об этом я думаю. И лучше бы он был в отрочестве дополучен. Конечно. Потому что сейчас непонятно, что с ним делать. Но он опасен просто. Опасен для семьи. Совершенно верно. И, ну, тут в смысле сравнения со старым мужем очень любопытная штука получается, да? А кого бы я ни сравнивала со своим старым молодым мужем, да, все равно человек, мужчина, даже если он мне нравится, он получается слишком примитивным, понимаете? По сравнению с женой? Да. Как укороченные брюки. Как вам сказать? Я моментально вижу, когда человек врет, да? Ну, я просто... Ну, не все же мужчины врут. Не все же подлецы. Нет, не все. Не все такие невеликодушные там. Не все такие плохие. Не все такие необязательные. Ну, просто мой муж самый лучший человек на свете. Вы так понимаете? Да. Хорошо. Евгений понимал тогда, что вы очень востребованы стали? Он начал волноваться по этому поводу? А в смысле ревновать? Да. Как вы хорошо сказали. Я думаю, отчасти, наверное, начал. Но, опять же, да, мы не знали, что с этим делать. И сейчас не знаем, что делать, потому что когда никакого повода особенного у нас не было для ревности, ну, серьезного, да, если не считать того, что я однажды там приехала на какую-то корпоративную вечеринку к нему на работу и практически у него с колен сняла какую-то блондинку. Ну, это как? Вы ревнили? Я ужасна. Я уже... Он меньше. Потом это еще блондинка. Она, наверное, не поняла, что я его жена, что ли, да? Она еще как-то рядом уселась и как положила на него руку. Я думаю, уже лучше бы свалила куда-нибудь. Ну, все, все, все. Вы объяснялись с ней? Нет, боже, сохрани, это нельзя, это запрещено, это ниже достоинства. А с мужем? Конечно. Все обратную дорогу, я его пилила. Он страшно хохотал. Ему вот эта ревность моя доставляла такое удовольствие. Я сказала, останови машину, я выйду сейчас отсюда. Хватит, ты издеваешься надо мной. Хватит ржать. Он говорит, ну вот ты мне хочешь верь, хочешь не верь. Я говорю, хоть кто это? Он мне говорит, я понятия не имею. И я знаю, что это правда. И вот сейчас я хочу, чтобы мы перешли вот к третьей части. Она самая сложная, самая замечательная, это они. Я хочу, чтобы вашу семью представил сын Миша. Мы, значит, железно в 8 часов вечера собираемся вот, значит, за столом. Он у нас красиво накрыт, у нас стоят свечи, у нас расставлены бокалы. И мы вот с 8 до 11 у нас ужин, плавно перетекающий в чай, где мы рассказываем друг другу, как мы прожили этот день, что у нас в этот день случилось с нами нового. Делимся нашими грустями и радостями. И в этом, наверное, наша сила. Вот так я думаю. Вы знаете, вот этот фрагмент, я даже позвала наших редакторов посмотреть, потому что, и они расстроились, потому что у нас у всех взрослые дети, и вот это вот счастье вот такой большой семьи, оно, к сожалению, не у каждого. Это действительно так бывает каждый день? Ну, если мы не на работе. Ну, это понятно. Ну, это, конечно, счастье и вот эти вот общие бдения, и это общее сидение, и бокалы, и свечи. И тем не менее, совсем другое. Вот в какой момент вы приняли для себя решение разойтись с мужем? А вот когда эта вся история с бокалами, со свечами, с смс-ками, на которые нет ответа, или они приходят на завтра на 20 смс-ок одна, с докторской колбасой, подаренной на 8 марта, вместо букета росли флакона духов, мне это стало не в моготу. И мне хотелось только одного. Вот этот как-то груз какой-то себя снять, учитывая, что я еще тогда решила, что я это заслужила. Я же теперь пишу романы, их печатают и читают, и ко мне теперь надо относиться совсем по-другому. То есть это невозможность старого и желание нового чего-то. Да-да-да, революционная ситуация. Абсолютно вы правы, Кира. Я читаю из того же пророческого романа «Развод и девичья фамилия» цитату. Он ничего не читал, кроме своей специальной литературы, в том числе и Кирин журнал. Мне интересно всегда читать свое имя. «Которое она подсовывала ему в надежде, что он обратит внимание на то, как классно она пишет, как она научилась во всем разбираться, как далеко она ушла от девчонки, на которой он женился, но он неизменно клал журнал себе на живот и засыпал сном младенца». Вот если поменять журнал на книгу о Киру Натаню, будет наша с вами история. У вас не читают книг, у меня не смотрят программ. И в этих строках читается и упрек какой-то, и обида. Да. Да, так и есть. Обидно, ужасно. И она остается или нет? Или к этому можно привыкнуть? До конца нельзя. Вот с одной стороны смешно, а с другой стороны очень показательное свидетельство. опять Евгения вашего. Я читаю ее избрано, выборочно. Развод и девичью фамилию читал, и вот это вот первый и второй романы. Вот, собирался ее сейчас прочитать про врачей. Смотрите, смотри. Забыл, как называют. Бедный мой, ну не мучай еще. Сейчас, сейчас. Про врачей. Ты все равно не вспомнишь. От первого до последнего слова. С одной стороны смешно, с другой стороны человек не помнит даже, как называются книги. Вы же не тот писатель, у которого там сотни книг. Конечно. Поэтому можно было бы запомнить. Однажды, вы знаете, моя знакомая, хорошая, очень состоявшийся человек, у которой вроде бы тоже вот как-то, ну все есть, есть признание там, ну не буду говорить кого. Она сказала такую фразу. Он меня мало празднует. Он меня? Мало празднует. Да, хорошая фраза. Потрясающая. Но я всегда говорю себе следующее, что я же могу сама устроить себе праздник. Ну в смысле семьи. Я допишу роман. Мы поедем в Париж. Или в Калининград. На его родину. И будем там сидеть на набережной. Режиссура ваша? Просто, конечно. Сценарий ваш? Конечно. Иногда хочется, чтобы тебе осталось. Чтобы оказаться в центре этого праздника. Белочка такая. Да, они над этим. Совершенно верно. А вот действительно, есть признание там прессы, есть огромное количество сериалов, есть огромные тиражи, есть преданные читатели. Вот почему вам важно так вот, чтобы это было признание Жени? Ну потому что я его люблю. Вам важно, чтобы он сказал, какая вы талантливая? Потому что все абсолютно девочки, даже самые умные, даже самые лучшие из нас, даже Анжелина Джоли, прекрасная красавица, сколько бы нас не хвалила, мировая пресса, не давали бы нам Оскаров и Тэфи, мы все равно до конца не верим, что мы хороши. Есть только одни, как бы вот сейчас это пафосно не прозвучало, и банально, есть только одни единственные глаза, отражения в которых тебе скажут, что ты лучшая, и ты в это поверишь. Ну вот эта вот усталость брака, вот это вот действительно накопившиеся какие-то обиды, то, что вы перечислили, с одной стороны это мелочь, с другой стороны, а еще и состоит наша жизнь, она состоит из мелочей. Был в этом конфликте все-таки какой-то гипотетический мужчина, неважно там платоника это, или физическое какое-то, но все равно что-то, какой-то монок существует. Конечно, конечно, так и получилось. Конечно, что-то такое было, какой-то гипотетический образ, который мне казался очень привлекательным, и начать новую жизнь, вот там, с тем, мне казалось самым верным и правильным делом. Но вы не решились на это. Да и нет, это все завяло на стадии, даже не развития, а как вам сказать, я даже не знаю, чего. А вам страшно сейчас от того, что вы могли все потерять? А вот необходимость присутствия, надо проверять только его отсутствие? Да. Иногда я об этом думаю, я стараюсь редко, но иногда я думаю об этом. Что вы понимаете, вот сколько мы не были вместе, полгода или восемь месяцев, да? А мы жили в разных местах. и я совершенно уверена, иногда я об этом думаю, что вот наступит момент, когда этого времени не хватит, понимаете? и кто-то из нас будет думать, ах, если бы те полгода. Ну, вы сразу поняли, что это ошибка или нет? Нет. Я помню прекрасно вот это чувство свое, опять же, все мне хотелось его наказать, все мне хотелось ему сказать, чтобы он как-то по-другому меня оценил, а он все тоже никак, он же упрямый очень, может быть, он и понимал это, но вот так вестись на поводу идти у меня он тоже не хотел. И я помню, что я каждое утро думала, уныло так, знаете, как вот лошадь такая, которую не сегодня-завтра отведут на живодерню. Я думала, вот бы вот сейчас вот, вот сию минуту, вот еще пока он не уехал на работу, это еще все было до того, как мы разошлись, вот его бы вот так обнять, как раньше, постоять, и все же станет на свои места, ничего же не происходит, ничего страшного нет. И все будет хорошо. И ни один из нас на это не решился. В общем, все, что происходило кризисного, шло не от него, а от вас. То есть вы были абсолютно полноценной виновницей вот этого разрыва. Абсолютно. Сейчас ему тоже пытаюсь внушить чувство вины и объяснить ему, что все это было проделано, во-первых, потому что я очень устала, а во-вторых, чтобы вот опять же повеситься на воротах барина, чтобы тебе объяснить, что ну, мне тоже нужно там, я не знаю, вот чтобы праздновали-то меня. А вы думали тогда вот о детях? Вот о той боли, которая причинил вот этот вот ваш расход? Конечно. Думала и страдала. А они? Я думала раньше, что Миша больше переживал, значительно, чем Тима, потому что Тима был маленький. Маленький еще. А потом я поняла, что Тим тоже страшно переживал, потому что вот у нас был такой момент, когда ребенок там начал рисовать исключительно черное небо, черное солнце, коричневую бабушку и так далее. Я понимаю, как вы были виновницей разрыва этого конфликта. Так же вы были инициатором того, чтобы вы соединились. Или прошел бы какой-то момент, он бы сам позвонил и сказал, ты меня любишь? Нет, он звонил все время. Звонил. Конечно. Он хотел соединиться. Он звал меня на свидание, я отказывалась. Он приглашал меня поговорить, я отказывалась. Один раз, вот первые и последние жизни... То есть он воевал за вас? Да. Он мне сказал, вот один раз он мне сказал, в телефон он мне сказал, какая же ты дура. Вот он никогда так не говорит. Но почему потом с вами произошло? Или исчез тот гипотетический мужчина, и вы поняли, что действительно все равно счастье вот в Евгении? Нет, гипотетический мужчина никуда не исчез. Он обретался все время на заднем плане. Но я так без него, без Женьки скучала во всех отношениях. я не могла видеть на улице машины, похожие на его машину, да? Я не могла разговаривать с людьми, у которых был там такой же одеколон, да? Ну, как будто человек, я не знаю, умер. А как только не стало его, да, и мира тоже не стало, вообще не стало. и оказалось неожиданно для меня, что я не сама по себе вот такая вот веселая девчонка. Оказывается, Женя, это тоже источник. А оказывается, это все потому, что есть он. Посмотрите, как рассказывает он нам о вашем примирении. Ну, был у нас, да, такой период охлаждения, можно сказать. Как раз, да, тогда как-то у нас стало легче в материальном плане. Ну, вот, соскочил с катушек наши отношения, да. Мы ругались, были какие-то непонимания. Ну, хорошо, что это быстро кончилось. А вообще, мне кажется, материальная составляющая, она скорее выступает как повод. Когда жене не нравится, что муж мало получает, или там в семье отсутствие достатка, мне кажется, это скорее все-таки повод. Что-то ее, значит, еще не удовлетворяет в мужчине. Я не любитель копаться вот в таких тонких, скажем так, материях, поэтому, в общем, трудно даже сказать. Определенные выводы, конечно, мы сделали для себя, как-то стали, что ли, бережней относиться к друг другу. Отношения стали более нежными, ну, каком-то, я не знаю, терпении, мы стали лучше понимать друг друга, каком-то добру в большом, ну, в хорошем смысле этого слова. Замечательно, как он сказал. Ну, да. Ну, а ждать от него, что он вот так же, как я, будет говорить, я не могу без нее жить. А он фактически это сказал. невозможно. Да, да. И он сказал, он сказал такую больную вещь, которую, видимо, на Вестерду, потому что я понимаю, насколько ему тяжело было здесь говорить. Он сказал, что финансовый абсолютно не этот повод, потому что, значит, мужчина в чем-то не устраивает. Мало празднует. Это правда, да. Будем называть это так. В общем, все вернулось на Гроги своя. Вы по-прежнему с Евгением, и это какое-то, видимо, счастье на несколько другом, более разумном и более, может быть, глубоком уровне. Но вы ведь по-прежнему антиподы? Про разум не знаю. Мне кажется, мы совершенно сумасшедшие. Как были, так и остались. Но антиподы? Мы совершенные антиподы, и мы вместе не потому, что мы вошли в разум и решили, что так будет лучше, а потому, что мы друг без друга умрем, как Ромео и Джульетта. Как замечательно. Я хочу, чтобы вы услышали в финале очень мудрые свидетельства вашей сестры. Да, они приспособились друг к другу, конечно. И даже, когда она фонтанирует эмоциями и пишет 147 смс-ок, Женя как раз приходит домой и ни цветов, и ни приглашений в Париж как-то не происходит. Он сейчас весь в мыслях о том, что ему нужно лететь на Ямал завтра. Да, и ему нужно найти его каску и взять штаны и в ватине. А тут у Стинова такая романтическая. Но все-таки больше 20 лет вместе они все знают друг про друга. Даже вот сейчас они, может, и поругаются. И сейчас она будет звонить сестре и говорит, что вот немедленно она разводится с этим ужасным человеком. Но каску они найдут, штаны они тоже найдут. за стол сядут, ужин приготовят, пусть это будет ночью. И уже через три часа самолет. Это не важно. Это правда. Каждое слово. счастье. И это счастье. Тань, мы подходим к концу передачи. Как всегда, вот я прошу вспомнить ну хотя бы один или два или три момента очень какого-то самого острого личного счастья для вас. был такой момент для меня очень личный и очень важный. А когда он ко мне приехал в Питер, мы как раз ссорились, и был страшный мороз и Татьянин день. И я уехала в Питер просто потому, что я не могла в Москве оставаться и мне было как-то совсем уже нехорошо. И я тоже в таком вот питерском морозном сыром тумане я его увидела. Он не должен был прилететь. И он прилетел. После этого ничего не наладилось. На завтра все не стало хорошо. Но вот этот момент, когда он ко мне шел из вот этого морозного питерского тумана неожиданно для меня один из лучших моментов в моей жизни. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Я хотела закончить одной фразой моей любимой Нины Берберовой из ее замечательной книги по-моему «Курсив мой», где она говорит о себе. Когда она решила писать эту книгу «Раскрой свою жизнь до конца и утаю ее для себя самой». Я думала, что вы больше утаите. Вот. Я очень вам благодарна, что вы как-то поверили мне и не побоялись рассказать то, что, наверное, не всегда рассказывают. Нет, не всегда. Это правда. Больше того, я бы даже сказала, редко. Так что спасибо вам. Вы не сделали мне больно. Спасибо. посмотрите. Я не могу сказать, что вот я ее до конца и во всем понимаю, скажем так, вижу досквозь. Понимаете, у нас на себе у нас клан, у нас итальянская семья. Единственный человек, божья ромашка, да, открытый, прекрасный. Я очень, знаете, что жалею, что такой человек, как Таня, не достался мне в родственнике. Она говорит, будет передача жена. Я говорю, какая же ты жена? Ты звезда? Да.